В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Вроде и не лето. Городские службы по уборке снега и автолюбители, как всегда, оказались не готовы к снежному циклону. Проклятие или злой рок в осеннем переулке жилой дом остался без крыши. Профессор Рязанского медуниверситета спас жизнь человека на борту самолета. А жители Дядькова в очередной раз спасли пару черных лебедей. Гидромедцентр России прогнозирует в Рязанской области выходные снегопад и наледь. В связи с ухудшением погодных условий, госавтоинспекция Рязанской области рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте. В связи с ухудшением погодных условий, ужесточилась и работа городских служб по уборке снега. Анна Герцовская далее. Водители вновь столкнулись с заторами на дорогах, которые образовались в результате выпадения снега. У проблем есть как минимум две причины. Это уборка осадков и ДТП, вызванные изменением поверхности дороги. Разберемся с первой. Снегоуборочные машины и их водители были переведены на круглосуточное дежурство еще с октября. Во время выпадения незначительных осадков в течение нескольких дней дороги посыпались пескосмесью. Сегодня в 4 утра началась основательная уборка снега. Правда, во время съемок этого сюжета ни одной снегоуборочной машины мы так и не встретили. После того, как увидели, что пошел снег, машины вышли на опасные участки. То есть по одной КДМке сначала оперативно вышли. И затем сформировались колонны, которые проехали по всему городу и просыпали весь город. Если снег под колесами коричневый, это первый признак того, что поверхность обрабатывали. Для многих горожан остается загадкой, почему дороги не убираются в Рязани так досконально, как люди этого хотят. Ответ найден. 28 комбинированных дорожных машин, пескоразбрасывателей. Сейчас в городе в работе 18. 180 человек мобилизовано для уборки тротуаров. И 8 тракторов, которые также чистят тротуары щетками. Для нормативного содержания, чтобы как в Москве, снег прошел. И в течение двух-трех суток они все вывезли. Нам нужно еще в 4 раза больше техники, чем у нас есть. То есть у нас всего сейчас несколько вот этих золотых ручек, которые собирают снег. Их там нужно в каждый район по 4. А у нас их там 2 или 3, что ли. Население Рязани более чем полмиллиона человек. Дороги в городе имеют протяженность 200 километров. С поселками, такими как Соколовка и Дягилева, 600 километров. Как эту территорию могут убрать 18 машин? Как система будет работать зимой, неизвестно. Затронем другую проблему – ДТП. В утренние часы сегодняшнего дня произошло 8 аварий. В них погибло 2 человека. 10 пострадали. Еще 50 ДТП были связаны с механическими повреждениями. Одна из аварий, которая привела к летальному исходу, случилась в Касимовском районе. 37-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан, не справился с управлением и совершил съезд в Кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получила пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском сидении. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Другая авария случилась на 281-м километре дороги Р-132. 28-летний водитель, управляя Нивой, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос, выехал навстречу, столкнулся с грузовиком. В результате получил смертельные травмы. Еще одна авария произошла на дороге М6 Каспий. Два автомобиля на летней резине столкнулись между собой. Обошлось без жертв. Втрое человек получили травмы. Так что управление ГИБДД еще раз напоминает о необходимости смены колес, соблюдении дистанции и интервала на дорогах, отказа от рискованных маневров и быстрой езды. Повороты на Ворске с наступлением первых заморозков опасаются все автолюбители. Уже много лет здесь в течение зимнего периода одна за другой случаются аварии. Но решить проблему опасного участка никто не может. Галина Ершова встретилась с женщиной, которая буквально на днях пострадала на пресловутом съезде. Юлия Новинская получила права 4 месяца назад, став ответственным водителем. Она вовремя переобула авто в зимнюю резину и ехала аккуратно. Однако это не помогло избежать аварии. Машина девушки вошла в неуправляемый занос. Авария произошла в выходные в половине восьмого вечера в поселке Ворские. В заключении специалистов сказано, что дорожное полотно не было обработано противоледными реагентами, а также отсутствовало искусственное освещение. Несмотря на эти факторы, официальной причиной аварии ГАИ назвали нарушение водителем пункта 10.1 – неправильный выбор скоростного режима. Они, во-первых, даже никакой тормозной путь, никакие мои пируэты, развороты не интересовали. Они сказали, расслабься, у тебя каска. И все, они только засняли вот эти ущербы. Сейчас официального заключения о состоянии машины Юлии нет. Но, скорее всего, автомобиль признают неподлежащим восстановлению. Сама девушка делалась легким испугом. Однако последствия аварии могли быть намного серьезнее. Когда мы ждали ГАИ, с родственниками уже приехали, я видела, как шел полк десантников, или кто там, я не знаю, военных, таких же, как шли по дороге Шумыш, которые погибли. И могла быть просто катастрофа. Они шли по этой же стороне дороги с фонариками. Я их могла бы тут собрать вместе с собой, как пешки. То есть у меня машина была неуправляемая. Ситуация, которая произошла с Юлией Новинской, нередкость для поселка. Аварии на этом участке дороги в зимнее время года происходят регулярно. Аварии бывают зимой довольно-таки часто. Особенно вон на том перекрестке, где прямо уезжают часто машины. Здесь реже, ну когда вот зимой наледь большая, наледь большая, то колея, машины кидают из стороны в сторону. Меня даже вон там же, где Юля, там меня тоже однажды занесло. Этот участок дороги принадлежит Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. В этом году на ней должны были произвести капитальный ремонт. Однако его не было. Также жители отмечают, что дороги давно не посыпаются ни песком, ни реагентами. Вообще зимой ее редко-редко. Это вот когда если оттепли, раз ее почистят и все. Пока у нас песочком не посыпают, поэтому скользим, иногда падаем. Но слава богу, пока вроде без травм. Там уже хоть тормози, хоть не тормози, хоть там новую тебе резину, хоть шипованную, и он все равно будет ехать юзом. Также фактором, способствующим появлению аварии, становится отсутствие искусственного освещения. Дни все короче, и вдоль обочины дети скоро будут возвращаться из школы в полной темноте. Но на запрос главы поселения Министерство транспорта пока не реагирует. Это больной вопрос для всех. Вот оно смонтировано было в середине лета, и до сих пор никак не могут зажечь. Но если в деньгах дело, может мы бы скинулись. Мы ждем официальный ответ из Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Будем держать вас в курсе событий. А пока сохраняйте бдительность и аккуратность на дороге, чтобы начало зимнего сезона прошло для вас без неприятностей. Прошло две недели с тех пор, как город потрясла новость о взорвавшемся доме в осеннем переулке. Сегодня на месте происшествия проходят восстановительные работы. Часть жильцов уже заселились обратно в свои квартиры. Но, как выясняется, не все хотят продолжать жить в доме, который сильно пострадал в результате взрыва. В доме в первом осеннем переулке продолжается разбор завалов. Спасатели почти полностью очистили 8-9 этажи первого подъезда, где произошел взрыв. Скоро разрушенные квартиры будут готовы к демонтажу. Также сотрудники МЧС продолжают выносить из дома разрушенную мебель и строительный мусор. Из 108 квартир дома пострадали практически все. Акты о разрушениях составлены по 105. Три не пострадали. В 73-х квартирах сохранено все имущество первой необходимости. В 32-х оно утрачено полностью или частично. Завершить восстановительные работы должны к 7 ноября. Напомним, что 28 октября жители второго подъезда вернулись в свои квартиры. Некоторые из них уже ночевали дома. Но радость возвращения разделяют не все. Я не вернулась. Я просто жду, когда мне тут ремонт. Не ремонт сделают, а поменяют в трубах там байпасы какие-то. Я ухожу. Я пока не возвращаюсь. Когда я вот я увижу, что там нет ни трещин, ничего, никуда он не идет, не едет, тогда я вернусь. Это какой пример для вас в промежутке времени? Да может целый год будет стоять. Опасения жителей легко понять. Пока видимых повреждений в подъездах нет. Но люди боятся, через год-два в доме могут появиться новые трещины. Стоит отметить, что сегодня должны завершиться выплаты пострадавшим. Из 99 человек компенсации пока не получили лишь 6. Родственникам семей погибших уже выплачено по 1 миллиону рублей. Всего из бюджета на выплаты пострадавшим потратили более 18 миллионов рублей. Зачастую, пока люди не обратятся в средства массовой информации, не вынесут собственную проблему на публичное обозрение в социальных сетях. Проблема никак и не решается. Но стоит заявить о себе, как дело сдвигается с мертвой точки. Примером может послужить частный одноэтажный дом во втором осеннем переулке, стоящий напротив многоэтажки, где 23 октября прогремел взрыв. Недавно в социальной сети выложили фотографии этого дома со снесенной крышей. И буквально сразу начались работы по его восстановлению. На месте побывал и наш корреспондент. Вокруг взорвавшегося дома, помимо высоток, есть частные строения. Они довольно старые, и некоторые сильно пострадали. Этот дом находится прямо напротив эпицентра взрыва. Ударной волной ему снесло крышу. У дома номер 4 на втором осеннем переулке во время взрыва в ту роковую ночь была повреждена кровля, стена и стекла на окнах. Здание экстренно ремонтируют. По словам жильцов этого дома, за работу взялась администрация города. Выполняется монтаж новой крыши, выносятся старые полугнилые доски. Возможно, дом получил такие разрушения не только потому, что находился прямо под ударом. Как говорят соседи, здание долгое время не подвергалось ремонту, было запущено. А вот рядом стоящий дом под номером 6 пострадал значительно меньше. Стенка лопнула, а в доме все полетело, но все цело. Только две вазы разбились. Ну, хрен с ним с вазами и зеркало. Никаких трещин до взрыва на этом доме не было. Каждый год хозяйка ремонтирует здание. Этим летом как раз были отштукатурены и покрашены стены. Ну, она у нас ощутка тут, но все вон лопнуло. Я не знаю, как она там пойдет. Будут делать, не будут, я ничего не знаю. Валентина Тарасова сообщила, что она подписала акт, в котором были обозначены разрушения. Власти обещали отремонтировать здание. До сих пор женщина не может прийти в себя после произошедшего. Взрыв был такой силы, что заставил их с дочерью встать с постели среди ночи. Невозможно, не то слово. Не то слово. Я вылетела, ой, народу, машины, все мгновенно. Вносили людей отсюда. Вероятно, постепенно, начиная от эпицентра трагедии, ремонтные работы будут расходиться вокруг. Перейдут на близлежащие дома по принципу кругов на воде. И тогда даже самые, казалось бы, незначительные трещины штукатурки тоже будут отремонтированы, чтобы с течением времени у пожилых людей не отвалилась стена от дома. Недавно общественность города была взволнована тем, что в Рязани снесли очередной дом, который представлял историческую ценность. На улице Горького исчезло здание, в котором когда-то жил известный психиатр Борис Ганушкин, лечащий врач Сергея Есенина. Как считают многие рязанцы, этот дом вполне подошел и под музей истории рязанской медицины. Тем более, что в этой сфере региону есть чем гордиться. В силу множества причин до 80-х годов прошлого века исторический центр Рязани сохранял свою дореволюционную форму. Другими словами, являл собой музей под открытым небом и был необычайно привлекателен для туристов. Как все мы помним, в последние годы чиновники много твердят о том, что Рязань должна стать туристической жемчужиной. Только чем, собственно, завлекать туристов, учитывая, что с невероятной скоростью исчезают с улиц города исторические памятники архитектуры, а вместе с ними дух и атмосфера, которые делали Рязань особенной. Каждый снос дома или перестройка, постройка на его месте нового, новодела очередного, который дисгармонирует со старым городом, это вещи, в принципе, недопустимы в любом старом городе мира. У нас такой старый город есть. Это город 18 века, екатеринских времен. Он сам по себе ценен, цена его застройка. А если еще и дома связаны с именами великих, то это сразу на порядок выше поднимает его статус, этого дома. Исторический центр города стали потихоньку уничтожать еще в конце 80-х годов. А в наши дни этот процесс развернулся с особым размахом. Впрочем, куда легче объявить старинные дома ветхим фондом и тем самым избавиться от них, вместо того, чтобы рационально использовать имеющееся богатство. Мы сейчас находимся на улице Орефьевской, нынешнем Цветном бульваре. Один из лучших домов Троицкой Слободы, а это Троицкая Слобода, центр географический. Это дом техника строитель Банковского, который вполне по праву может занять место в музее деревянного зодчества нашего города. Уникальный дом по резьбе, по оформлению, по своей гармонической основе, стоящей из двух частей равновеликих. Красавец. История подавляющего большинства рязанских домов до сих пор не написана. А об их историческом значении не знает большинство жителей. Например, на улице Горького напротив школы номер один раньше стоял дом, где в 47-49 годах жила дочь Марины Цветаевой – Ариадны Эфрон. Там ее и арестовали. Выяснилось это уже после того, как дом снесли. А теперь даже фотографии не осталось. Расположенный неподалеку дом на углу улиц Горького и Свободы подвергся тотальной перестройке. А ведь именно в нем жил в 1918-2020 годах всемирно известный художник Филипп Малявин. Дом номер 71, явно солировавший среди дореволюционной застройки всего квартала, очерченного улицами Горького, Свободы и Фрунзе, принадлежал Семену Анжену, сыну известного рязанского заводчика. В июне 2009 года дом снесли. Обсуждение каждого дома, судьбы каждого дома в старом городе, а их всего-то там может быть несколько десятков, это задача всей огромной полумиллионной Рязани, всей общественности, архитекторов. Недавно снесенный дом психиатра Бориса Михайловича Ганушкина, который вполне мог бы стать музеем истории рязанской медицины. Теперь Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области приняла решение об отсутствии у дома Овсянникова историко-культурной ценности. Дом личного почетного гражданина Алексея Михайловича Овсянникова – яркий образец доходного дома в русском стиле, направление в архитектуре, которое в поисках национальной самобытности ориентировано на древнерусское зодчество. Под угрозой находится и дом по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский. Напомним, в 2017 году будет отмечаться 160-летие нашего земляка. Медпомощь на высоте или есть ли среди пассажиров нашего самолета врач? Жизнь пассажира рейса Москва-Екатеринбург спас врач и профессор Рязанского медуниверситета. Вместе с коллегой известный хирург Константин Пучков летел в столицу Урала, чтобы провести мастер-класс. Но умение спасать жизни людей пришлось демонстрировать уже в небе. Когда одному из пассажиров бизнес-класса стало плохо, и бортпроводники по громкой связи объявили, что требуется помощь врача. Константин вместе с коллегой незамедлительно откликнулись. Молодой мужчина лежал в проходе без сознания. Белый, мокрый, с давлением 60 на 0. Первые меры – ноги вверх, кислород, и через 5 минут давление уже повысилось до 80 на 40. Стал немного разговаривать. В тот момент стало понятно, что это не просто обморок, а что-то более серьезное. В течение часа, а именно столько оставалось до посадки в Екатеринбурге, врачи поддерживали состояние мужчины. Сами говорят, что очень повезло с персоналом. Стюардессы волновались, но работу выполняли четко. Командир обеспечил бережную посадку, а пассажиры бизнес-класса вынесли пациента из самолета на руках и передали сотрудникам скорой. Позже стало известно, что пациента перевели в кардиодиспансер с диагнозом инфаркт миокарда. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В Рязанском районе вновь спасли лебедей, на этот раз черных. Не так давно мы показывали сюжет о том, как сотрудник МЧС спасал лебедя, которого обнаружили на проезжей части в Дядькове. Сейчас птица живет в ресторанном комплексе с Олочием и чувствует себя прекрасно. Лоснящиеся крылья и преданность в глазах. В конце августа на Дядьковском затоне появилась пара очаровательных черных лебедей. Как птицы появились в этих местах, до сих пор остается загадкой. Местные жители следили за грациозными созданиями и думали, что с наступлением холодов пара улетит в теплые края. Однако с некое оледенение застали лебедей врасплох. 2 ноября в 13.00 на пункт диспетчерской службы поступил звонок с просьбой о помощи. Черный лебедь, сам самец, он в здравии. Он летун, он летел от нас, начал перелетать с места на место. Лед уже на реке встал, соответственно, очень сложно было ловить. А девочка, сама самка, которую вы видите в сарае, она, значит, лапуню в здравии, а, видимо, подрезана крыло. Она улететь не может. Лебеди очень верные птицы. Они выбирают пару один раз и на всю жизнь. Семью нельзя разлучать, потому что они не вынесут расставание и погибнут. Сейчас хрумкая самка гостит у Анны Волковой. Для птицы сделали отдельный загон, насыпали опилок и сено. Ее угощают ячневой крупой и скоро будут вводить в рацион рыбу. Ситуация с самцом намного сложнее. Он продолжает ждать свою возлюбленную на том самом месте, где их разлучили. Пока поймать его не удается. Мощная птица просто кружит над спасателями и не дается в руки. Созваниваются с МЧС, с Министерством природопользования. И находим организации тех неравнодушных людей, которые смогут нам помочь в поимке второго лебедя. И приютить их, решить их дальнейшую судьбу. Приютить пару согласился Ряжский зоопарк. Но помочь в поимке птице они не могут. А между тем лед все сильнее охватывает затон. Местные жители боятся, что скоро оставшемуся там самцу просто нечего будет есть. И он погибнет от голода. Лед начинает становиться, но он еще довольно-таки очень рыхлый. И ожидается потепление. Плюс один ноль. Я думаю, что неделя у нас еще есть. Но не более того. Если вы или ваши знакомые знаете, как помочь поймать мощную красивую птицу, сообщите об этом в службу спасения. Сейчас местные жители администрации Дядьковского района делают все возможное, чтобы любящие создания смогли воссоединиться и вместе отправиться в новый дом. Но их сил пока не хватает. В конце октября в Рязанском политехническом институте прошел день открытых дверей. Институтская суббота в политехе. Вуз открыл свои двери для старшеклассников и их родителей, которые смогли познакомиться с вузом и пообщаться с директором, преподавателями, студентами, а также поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. В фойе вуза и была развернута выставка проектных работ студентов. Их представили кафедры архитектуры, промышленного и гражданского строительства, механико-технологических дисциплин. Желающих познакомиться с институтом было настолько много, что актовый зал не смог вместить всех пришедших. Дополнительно были открыты аудитории, где шла прямая трансляция презентации вуза. Директор института рассказал о специальностях, которые здесь можно приобрести, о научной и воспитательной работе, творческих мастерских и новых профилях обучения. Мы каждый год открываем новые профили только по заявкам и просьбам наших региональных министерств и, соответственно, наших профильных предприятий. Мы открываем новый профиль подготовки у конструкторов-технологов. Это информационная технология компьютерного моделирования, технологических процессов. Высокую оценку институту дали приглашенные на день открытых дверей гости, выпускники разных лет. Есть сейчас, ну, можно так назвать, модные профессии, да, юристы, экономисты, менеджеры. Но вот, поверьте, на мой взгляд, базовое образование должно быть все-таки инженерным. И у кого будет желание после получения базового образования получить дополнительное образование не по юриспруденции, по менеджменту, по экономике, это гораздо проще и гораздо легче. 60 лет института, на самом деле, срок очень серьезный. База этого учебного заведения достойная. Я знаю многих руководителей лично, которые заканчивали данный институт. Все они являются грамотными, достойными руководителями. Политех, рязанский институт филиал политеха, относится к группе высших учебных заведений, которые располагаются на территории Рязанской области, группе ведущих. Почему? Потому что в этих стенах готовят по специальности и направлениям подготовки, в основном которых нет в других учреждениях высшего образования. Далее старшеклассников и родителей ждала увлекательная экскурсия по институту. Мастер-классы, тренинги, знакомства с творческими мастерскими, веселые конкурсы. К концу знакомства с вузом многие уже определились с выбором. Мне очень понравился этот институт. Мне здесь было очень интересно. И я точно для себя поделила, как именно вступать в этот институт. Мы сегодня с сыном пришли на один отток дверей, но с выбором вуза мы уже определились. Это просто как еще раз для себя поставить точку. Будем поступать в этом по окончании 2017-го года на пункт строительства уникальных зданий. Дорогие родители, дорогие школьники, мы рады вас всегда видеть не только на институтские субботы, а в любое удобное для вас время. Очередная институтская суббота будет 27 ноября. И завершаем в этом году 17 декабря. Поэтому приглашаем посетить наши мастер-классы, викторины, конкурсы. Получить призы, получить много положительных эмоций, попить чай с директором института и сделать правильный выбор. В Рязанском политехническом институте всегда рады гостям. А больше всего рады, когда они становятся членами большой и дружной возовской семьи. На этом все. Новости и другие программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok